6.30 утра, рассвет. Димья, ты что фотографируешь? Новое видос с вашим участием снимаю. Что-что? Хороший вид открывается. Классный, кстати, вот здесь у тебя солнце, но этот вот, плюс 6. Яковлевич всегда онлайн. Ну а теперь то, ради чего меня разбудили в такую рань. Дизель-генератор номер 1 не запускается. На дисплее видим, что дизель готов к старту. Нажимаем кнопку старт. Сигнал на проворачивание с сжатым воздухом поступает, но как видим, дизель стоит на месте. Первым делом проверим катушку соленоида воздушного стартера. Именно он подает сжатый воздух на запуск дизеля. Катушку соленоида прозвонил, она целая, и теперь подключим щупы мультиметра к клеммам питания соленоида и посмотрим, поступает ли питание. При нажатии кнопки старт, питание поступит на катушку реле К1. Ее контакты переключаются, и питание поступит на соленоид. Зажимаем кнопку старт, и на мультиметре видим напряжение питания 24 вольта постоянного тока. Питание на катушке есть. Вывод. Если катушка соленоида целая, и питание на нее приходит, давление пускового воздуха в норме, значит, по всей видимости, не открывается соленоидный клапан. Решить эту проблему можно старым дедовским, проверенным веками способом, и сейчас я его покажу. Слегка обстучали соленоидный клапан, и делаем попытку пуска. Как видим, соленоид расклинило, и дизель запустился. И как только дизель будет не нужен, остановим его, снимем соленоидный клапан и прочистим. Ну а это я меняю воздушные фильтра на генераторах. Спасибо за просмотры, подписывайтесь на канал и оставляйте комментарии.